всем привет мы выбрались на новую рыбалку наконец то две недели были у нас сильные морозы еще и метели сугробов на мило не могли нигде проехать один раз выехали на болото но там вляпались приключения как обычно сначала ларь и пес провалился под лед я вытаскивал несколько раз потом я еще искупался поплавали замерзли холодные мокрые поехали домой там щука водится но не успели мы проебатить ну странно конечно такие морозы сильные были минус 30 ночью а то болото почему то не замерзла совсем какой-то аномальный там лед тонкий совсем но сегодня приехали уже на волгу практически тут залив такой небольшой на карте кажется небольшой сейчас покажу так посмотришь вообще огромный заливище и никого нет почему-то вообще не души не на горизонте не тут поблизости но самое главное чтобы рыба тут было у лари петеля свои самки появились а то мне кажется он завидует что у меня есть санки у него нет вот теперь он тоже таскает сам так вот наша тактическая карта где мы обитаем то вообще волга большая от нее отходят заливы и вот мы не так далеко от берега отползли и наткнулись на яму сразу глубокую 11 12 метров откуда тут я взялась ну и где если не тут должна водиться рыба какая-то сейчас будем бурить смотреть как ты считаешь куда еще идти еще у нас жерлицы есть малек ты кстати малька не потерял пока тащил вот плавают еще окунек небольшая густерка я недавно ходил специально быстренько наловили их и сегодня будем ставить жерлицу на щуку какой-то странный лед тут двойной получается после морозов резкая оттепель настала сверху вода была вот она еще замерзла пробудем посмотрим благо у нас новый бур должен будет хорошо правда я не тестировал вообще новый старый бур был хороший конечно но он уже отказывался бурить даем дорогу молодым так ну точно не удалось определить на около 6 7 метров точно есть ветром сдувает но глубина хорошая будем располагаться тут о человек кто-то с санками тоже на прогулку вышел вот рыбак посадил саженец сейчас закапывает его а для чего понятно вот они тут везде растут полы улетают от такого ветра надо прижать построили наш дом боролись с ветром очень долго мы оказались сильнее вот сейчас заносим вещи вот и лопата пригодилась так вот прикопали нас теперь не будет продувать но у лари еще одна игрушка новая для чистки зубов поделишься игрушкой для чистки зубов сейчас печку растопим чтобы у нас теплый дом был сами пойдем ставить жерлица чтобы мы когда вернулись у нас было тепло потому что после жерлиц мы отубеем я чую не успели печку разжечь пришлось выбегать закреплять палатку вот как дунуло тут сложилась эта сторона и потолок обвалился в общем ветер сильнее поднялся такой сейчас освещение проделаем и будем уже греться что-то одубели руки-ногие жерлица уже ночью наверно будем ставить там вот авария кстати покажи произошла я быстренько заклеил уголек упал из печки я чё-то не заметил что ли как-то там дырку пробурил я заклеил дома сейчас не должно пробегать ничего лед кстати не тает под полами потому что они сделаны из такого материала специального он не пропускает тепло наружу на внутрь наоборот холод не пропускает ну так чуть-чуть подтаивает но не так чтобы мы утонули к утру сегодня мы что-то не очень много взяли таких вот дров на растопку они еще как-то отсырели по дороге нужно их беречь с первого раза чтобы у нас сразу все загорелось потому что тут месторождения дров нет никакого поблизости будем куковать на морозе так сейчас я пирамидку построю из этих брикетов чтобы они сразу начинали гореть так вот один слева другой справа а посередине уже дрова но обычно хорошо загорается все сразу главное печку просушить чтобы она сухая была после прошлой рыбалки что съел шарик где шарик ты его утопил а вот он будем ждать леща сегодня опять и снова прикормим я там новую снасть сделал коромысло называется ну зимой с лещом я так смотрю туго вообще у кого не спросишь где не почитаешь нигде никто не ловит ну или все молчат летом да он неплохо ловится а зимой на тех же самых местах ничего нет так ну что дадим огня глаза ты это лезешь постоянно на спички ну вроде ой но вроде гореть будет теперь а до экрана я забыла подвинуть они еще дополнительно нагреваются и греют как батарея сейчас ларь пёс не пугайся я просто шапку сниму что-то страшный хорошо что тут зеркала нет все мы разложились расположились аккуратно как никогда все на своем месте хвост тут мальки тут плавают уже начинают оживать скоро пойдем их ставить все вещи в санях ларь пёс как обычно на раскладушке шарика даже интереснее получилось чем кость кость заканчивается через два часа на шарика надеюсь хватит до завтрашнего утра хотя бы ну и зубы заодно почистить время 7 часов вечера сейчас будем прикармливать наши лунки может кто-то подойдет клюнет сразу мы потом надо будет как-то выходить туда наружу ставить ночные жерлицы вот только окна надо закрыть кажется кто-то смотрит прямо в душу все никто не смотрит моты живой бодрый веселый ну еще бы тут столько травы у него на у нас пучка вяз еще появилась для мотыля но потом попробуем чуть попозже на ночь пока так по старинке пальцами за 10 минут поклевок не было глубина около 8 9 метров самое главное нет течения вообще никакого а то мне постоянно мормышку уносит куда-то на другую речку шарик застрял в скотче плюс не может вытащить так какая-то зимняя прикормка сколько кубков наловил он может быть действительно поможет сегодня наконец-то справишься или помочь тебе пахнет вкусно ржаным хлебом с какими-то специями так что если что голодный не останемся жалить не буду как бухну сейчас чтобы 10 кормушек так прикормку не есть ужин будет чуть попозже сегодня у нас пельмени будут думал что приготовить с собой взять потом увидел мальчик покупает пельмени магазине я понял что нам нужно вот они у нас теперь но не именно те какие-то другие взяли все отправили но не 10 чуть поменьше кормушек 10 наверно все-таки жирный будет будем ждать результата теперь час прошел после прикорма сидел рыбачил у нас поклевок так и не было сейчас собрал то это коромысло такая штуковина и два поводка сюда мормышку прицепил а сюда крючок обычный она немного перевешивает в сторону мормышки но ничего страшного и тут удочка с кивком который длиннее чем сама удочка попробуем первый раз я на такой рыбач не испытаем нашего пучка вяза посмотрим как он вяжет мотыля такой вот огромный пучок получился сейчас попробую сделать поменьше на мормышку может быть ерш хотя бы не будет клевать хотя пока даже ерша нет а вот такой второй пучок поменьше будет и все отправляем в плавание ну и вот так вот это коромысло будет болтыхаться где-то у дна и привлекать рыбу очень надеемся на это я коромысло опускаю на дно скотч пригодился наконец-то что клюет теперь ларин на стуле я на разгладушке так иди подыши воздухом печка дымит палатка горит то есть не горит а свет гореть и надеюсь она не будет и ветер будет сильный как-то надо будет собраться с духом сейчас выйти ставить жерлицы и уж на утре поставить живец у меня доживет до утра не зажмурится настолько пережил атаку кошки мы отбивали так что опытный боец доживет я думаю до утра да ну там конечно холодрын на улице без пельменей никак не обойдешься сейчас наполнимся пельменями и потом всю ночь хоть жерлицы хоть коромысло полутора литровый термос теперь будем брать потому что литрового даже на вечер не хватало чё ты же из лунки уже попил воду чё лари пёс ищи пельмени а нюхай ищи чё нашел всё дальше сам сейчас быстренько воду вскипятим чё жди хотя тебе немного достанется пельменей ну несколько штук до ушел не хочет несколько ура лари устал грызть шарик сидим в тишине ну что плюхнем пельмени водичка уже шипеть начинает они такие уже начали размораживаться но еще в кашу не превратились спать нельзя ларь сейчас ночью будешь буянить это ура пельмени кипят сейчас лари покормим сначала собакиной едой потом уже сам буду вот так вот полную миску тебе только пойдем к наружу тот раз тут такой лягушатник устроили ты каши летела до потолка кушай потом приходи 3-4 метра в секунду обещали ночью и вот так вот о пельмени как раз подостыл сейчас мы его согреем в животе ты будешь как хочешь вот сейчас со сметаной тут еще много чего интересного колбаса сыр сейчас бутерброды на делаем все ты поел уже потом тебе тыква будет ну и пельменями угощу а кстати у нас нож появился наконец-то настоящий это прям произведение искусства даже какой-то один мастер по ножам увидел что мы колбасу ханта пальцем режем то об колено ломаем у нас постоянно то забываются ножи то какие-то перочинные тупые и вот подарил нам такой ножик потрясающий это прям нужная вещь на рыбалке конечно так что спасибо огромное очень очень пригодится ну а летом так вот в ножны его и буду на ремне таскать будем бегать по необитаемым островам пес не дождался уснул пока этот с пельменями вожусь ну я ему оставлю чуть-чуть угощу вот такое блюдо у меня сегодня получилось не замысловатая но наверняка очень вкусно и но пёс спи дальше проснулась лицо собачьей национальности ох лепота все равно даже вот когда не клюет такой отдых от цивилизации получается надеюсь хоть немного удается передать эту атмосферу где никого нет ни одной души ну кроме вот мужика который там ходит саженцы сажает конечно было бы неплохо если бы еще рыба ловилась но даже если не будет то ничего страшного да сейчас пельменем тебе угощу я тебе обещал ну что держи тебя прям так с руки раз два хватит они соленые там еще непонятно что в них находится посмотрим что там на улице творится если ветер не стих то наверное будем сидеть тут рыбачить все уже кажется все понятно с нашей рыбалки но я все еще жду ночного клёва время час ночи вышли на улицу ужаснулись там сильный ветер еще темно у меня фонарик не светит никуда поэтому приняли решение до утра оставить жерлицы думали выйдем ночью туда наружу но когда голодный как-то и сил нет а когда сытый уже оказывается и вздремнуть было бы не дурно хехе но спать пока рановато все таки посидим еще тем более что я понабрал там всяких пряников так что ночь будет вкусная когда пряники еще есть в час ночи как раз самое время смотрел смотрел я на это коромысло решил извлечь его из речной пучины смотреть в каком она состоянии если она там вообще это коромысло мотыль не тронутый тут пучок здоровый как висел так и висит ну дела никому это коромысло и даром не надо там на дне что ж опустим пусть она дальше там живет в пол воды поставлю может быть там кто-то плавает лари пёс давай-ка двигайся нужно прилечь хотя бы на часик я уже спина окоченела кромысло обратно закинул удочку теребил ничего не хочет на нее клевать нужно отдохнуть немного но мальки будут ждать до утра как только светать начнет пойдем в большую воду окунать наступило утро 9 часов уже полчаса назад рассвело и за целую ночь вообще ни одной поклёвки я не увидел сейчас будем выползать наружу бурить кучу лунок в одни ставить жерлицы другие прикармливать и может быть что-то там будет клевать тут вообще нифига часто какие-то шевеления были на сразу и прекратились они кто хорошо поспал так это мой пес всю ночь дрых ни разу не просил ни есть не пить не закусить так что сейчас сделаю тебе игрушку будешь выгонять энергию лишнюю ну что ж если рыба не идет к нам то мы пойдем к ней пошли пёс одевайся так что мы будем делать сейчас на расстоянии 15-20 метров сейчас будем бурить лунки и так вот до самого берега где будет клевать там и остановимся пробурим прикормим потом уже будем рыбачить в каждой лунке ну и точно также еще по наставим жерлиц настал звездный час для нашего малька сейчас самых подвижных будем брать насаживать на жерлице одного поставим на большую глубину всех остальных куда-нибудь на мель так кого мы возьмем густеру у нас выбор не особо большой кроме густеры и окуня никого больше нет карабин туда вот за жаберку все вещи нам щуку теперь плавает начала лепился это победа я считаю вот такая тут рыба воется не зря я ждали почти сутки но тут еще много луна который я прикормил но не обходил сейчас будем по всем гулять еще мельче ты прикинь как они вообще клюют-то на такую мормышку сейчас палатку пойдем может там рыба подошла да и руки погреем заодно поставили три жерлицы может хотя бы они нас порадуют ерш вот уже порадовал таких гигантов я еще никогда не ловил сейчас чуть согреемся и пойдем опять на улицу там прикормленные лунки нас ждут тут потому что ничего не хочет лари уже позавтракал сейчас я тоже чай допиваю пойдем наружу тут ловить нечего все три жерлицы стоят не похоже чтобы кто-то клевал на них ой это мы клюнули такая она чуткая где рыба пёс вот это пёс радостный а на ряд какой радостный вот такого малька отпустим красивая рыбка ну чё с ней делать отпускать только таких мне иногда кажется что везде где мы рыбачим рыба не вырастает крупнее пальца тебя нет такого впечатления пёс ну что лари пёс это фиаско как еще можно охарактеризовать нашу рыбалку там где глубоко не клюет вообще ничего вот как в палатке там где мелко клюет исключительно мизинчиковый окунь а где рыба хотя бы средних размеров непонятно лунок много наделали и везде одно и то же не тут никто не живет об только я сказала сразу клюнула кто-то живет поселился так сейчас пёс хочет палатку зайти уже все кончено пёс бери игрушку и в палатку заходим половили маленьких окуньков получили удовольствие от рыбалки но хоть кто-то у нас клюнул сегодня а то ночью тут сидели и вообще не было ничего живого такую рыбалку уж не знаю показывать нет рыбы совсем мало ну наверное сделаем покажем все что смогли вроде сегодня придумали вот наверное сегодня просто не клёвый день точно у нас на канале кстати уже собралось 100 тысяч зрителей огромная цифра население целого города вот хотя мы кажется не делаем ничего особенного просто пытаемся поймать хоть какую-нибудь рыбу вот сегодня удалось не очень и столько много людей поздравили всем спасибо большое жизни трудно хоть кого-то найти кто готов тебя искренне с чем-то поздравить что-то написать приятное у нас таких людей уже много-много тысяч так что мы с лари псом можно сказать счастливые люди но сейчас будем ждать пока догорят наши оставшиеся угольки и потихоньку собираться домой надеемся удача к нам еще повернется лицом они как обычно зима еще не заканчивается будем ходить искать рыбу ну а на сегодня уже наша рыбалка все что ж всем спасибо за просмотр всем пока я слой пес поспит немного пять минут и пойдем давай спи пять минут набирайся сил и будем тащить санки обратно